На сцене Кристина Саркисова показывает свои вокальные способности. Следом к зрителям с театральным монологом выходит Анастасия Бородина. Обе воспитанницы детской школы искусств имени Верстовского недавно стали лауреатами всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Друзья, вдумайтесь, 7,5 тысяч одаренных детей России. И среди них четверо схемок. И все детская школа искусств имени Верстовского. Браво! Эмоции директора детской школы искусств вполне понятны. Победа в престижном общероссийском конкурсе – это значимое событие не только для участниц, но и для педагогов, которые выпистывали таланты юных артистов. Подготовка начинается еще с самого начала, когда я только пришла сюда, в этот коллектив. Мама привела меня в эту музыкальную школу. Я была маленькая, особо ничего не понимала, но как-то мне понравилось, и я захотела остаться. Конкурс «Молодые дарования» проходил в три этапа. Для участия Кристина и Анастасия отправили видео своих выступлений. Затем показали способности в режиме онлайн, и финальный тур состоялся уже в Рахманиновском зале Московской консерватории. Нас попросили нарезать видео, но мы нарезали и отправили. Ничего такого. И когда шел и второй, и третий тур, и постепенно как-то было осознание того, насколько это важный конкурс. И первая премия, вот мы были в Рахманиновском зале, и мы понимаем, насколько это круто. Это удивление на удивлении. Победу Анастасии и Кристины отметили на сцене детской школы искусств праздничным концертом. Юные артистки уже вместе с коллегами по ансамблю «Химчаночка» исполнили душевную песню. Первые премии общероссийского конкурса девушки получили в номинации «Театральное и цирковое искусство», а всего конкурсных позиций было 11. У нас на отделении очень много дисциплин и очень много разных жанров они изучают, очень много разных навыков они изучают. Они изучают актерское мастерство, и художественное слово, и современный танец, классический танец, степ, фортепиано, сальфеджио, вокал, вокальный ансамбль. Там очень много, большой такой комплекс. Молодые дарования Анастасия и Кристина рассказали, что будут продолжать обучение творческим профессиям. Но уже в высших учебных заведениях. Кстати, при поступлении в ВУЗ они могут рассчитывать на дополнительные проходные баллы за победу в общероссийском конкурсе. Андрей Панченко, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.